Девочка-пай Дорогие друзья, традиционно мы с вами встречаемся примерно в это время, и я очень рад приветствовать вас от профессорского преподавательства состава нашего университета, от ребят наших, для них это тоже большой праздник. Я хочу сказать, что вы оказались в стенах аграрного университета, может быть в Питере под сотню вузов, но вузы, которые связаны с землей непосредственно, их можно пересчитать на пальцах от моей руки, так вот мы как раз ведущие, единственный вуз на северо-западе Российской Федерации, и рады будем видеть ваших детей, внуков в нашем университете, потому что этот праздник не случайно проходит у нас. Мы свято бережем традиции нашего народа, тем более, что нас обязывает к этому месторасположение. Все наши здания находятся практически вокруг Пушкинского лицея, так что здесь особая аура, и я считаю обучение в нашем университете, это особый дар Божий. Девиз нашего университета, нам доверено заботиться о земле, причем землю мы пишем с большой буквы, и поэтому самые серьезные мировоззрительские вопросы, это наша прерогатива, и мы инициируем многие вопросы. Вот, может быть, вы обратили внимание на Генассамблеи ООН, наш президент сказал о необходимости перехода на природоподобные технологии для выравнивания баланса техносферы и биосферы. Так вот, действительно, в природе, на мой взгляд, содержится абсолютно все, что мы с вами только пытаемся еще изобрести в техносфере. Вот, недавно мне ученые рассказывали, каких они успехов достигли в солнечных батареях и так далее. Я говорю, ребят, ну а давно изобретено, посмотрите на листочек, посмотрите на растения, вот они как раз давно научились собирать и аккумулировать солнечную энергию, превращать ее в органическое вещество. Возьмите муравья Акта, вот здесь детишек много, откройте, ребята, просто в интернете, муравей Акта. И вы увидите способность матки этого муравья телепортироваться из одной герметичной твердой камеры в другую. И вот таких чудес в природе немыслимое количество. Просто мы вместо того, чтобы видеть все это, свято чтить традиции нашего народа, вот увлекаемся подчас техногенными делами, наносящими ущерб прежде всего природе, земле нашей, а иногда, к сожалению, нашей культуре, нашим традициям. Вы все прекрасно помните, что основа нашей культуры, это, конечно, язык, базовую матрицу, помните, 7 на 7, 49 буквиц. Каждая из них, как иероглиф, обозначала некий символ, а потом этапы. Из 49 остается 43, это усилие Кирилла и Лефодия. Наконец, следующая реформа. Петр Первый остается 31 буквица. Потом, в 17-м году, вообще исчезают образы, да, потому что каждая буква была образом. А с 17-го года каждая буква – это просто звук. И это, конечно, обеспроило нашу культуру. Мне представляется, что праздники, подобные сегодняшнему, почему вызывают такой колоссальный интерес. Я вот не мог поставить свою машину долго и ездил вокруг. Потому что у нас в глубине души вот эта могучая русская культура, она неистребима. Поэтому я хочу пожелать счастья, здоровья всем присутствующим в этом зале. Вы бережете эту культуру. И закончить хочу вот строчками, может быть, какими-то поэтическими. Ну, во-первых, скажу два слова о природе, как Пушкин ее понимал. Помните, он говорил? «Неволя душных городов, там люди в кучах, за оградой, не дышат утренней прохладой, невешним запахом лугов». И уместно вспомнить Державина. Он говорил, вот, по-моему, о тех людях, которые сегодня в этом зале, об их принципах жизни, которые не гонятся за несметными богатствами, за длинными яхтами, находят счастье в другом. Державин сказал об этом так. Мое желание предаться Всевышнего во всем судьбе, за счастье в свете не гоняться, искать его в самом себе. У меня здоровье, совесть, право, достаток нужный, добра слава, творят счастливее царей. Желаю вам быть счастливее царей. Будьте счастливы. Благодарю. Если бы Виктор Цельс не стоял за нашей спиной, здесь бы ничего не было, это я вам говорю совершенно точно. И праздник становится народным, становится большим только тогда, когда он делается всем миром, когда мы вместе все с вами его делаем. Народное славянское радио. Пора просыпаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин